Турнир Таноса Турнир Танос Турнир Танос Турнир Танос Турнир Танос Прежде всего, ребят, хочу обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. Вы, как игрок в Fortnite, когда-нибудь задумывались, как играют инвалиды в Fortnite? Ну, то есть люди, которые не могут двигать ни руками, ни ногами, вообще ничем. Можно подумать, что такие люди просто вообще не играют в нашу игру. Но, ребят, спешу вас опровергнуть. Недавно я наткнулся на начинающий канал, где парень, у которого полностью парализованное тело, всё же играет в Fortnite через свои специальные очки. К сожалению, он является инвалидом, но даже несмотря на этот факт, он всё равно играет в Fortnite и при этом умудряется снимать видео на свой канал. Считаю это достойно уважения, поэтому, если вам интересно, как же инвалиды играют в Fortnite, то переходите по первой ссылке в описании на канал WellFortnite. Он вам всё в этом расскажет, ну а также покажет, как он играет в нашу игру. Ставлю этому парню большой жирный лайк, и если ты меня смотришь, то тебе огромный от меня респект. Ну, а мы возвращаемся к нашему турниру Таноса Fortnite. В общем, да, после того, как я отыграл турнир UEFA EURO 2020 на своём телефоне, меня чё-то как-то затянуло обратно в киберспорт Fortnite, и, если честно, я вот целенаправленно хотел отыграть турнир Таноса и, может, даже выиграть его экипировку. Всё бы ничего, но за несколько часов до начала турнира я узнал, что, оказывается, это до соревнования. А если вы не знали, то я вообще не умею играть в команде, я всегда гоняю в соло и даже не задумываюсь о том, чтобы найти себе напарника для постоянной игры. Поэтому я пошёл в свой дискорд-сервер и начал искать подписчика, который будет готов со мной сыграть, при этом, чтобы он был достаточно скилловым игроком, и с ним можно было бы на что-то надеяться. Ну и я нашёл одного своего хорошего парня, который тоже играет в Fortnite на своём телефоне в 60 фпс, но с управлением в 4 пальца. Поиграл с ним один на один, понял, что он достаточно скилловый чел, поэтому взял его к себе в дуо. Ну и после того, как мы вместе в лобби нажали на кнопку «Играть», началась самая жара. Начнём с того, как мы, в общем, отыграли этот турнир. Честно говоря, мы его отыграли нормально, то есть, как бы, не очень плохо, но и не очень хорошо. Но всё же, если судить конкретно по мобильным игрокам, то я могу сказать, что мы его отыграли на 7 из 10. В общем, сейчас вы сами всё увидите и поймёте. Первая игра началась плохо, потому что я забыл подрубить запись и включил её только тогда, когда я приземлился. Тем самым не смог дропнуться в свой любимый дом в кошмарном кинотеатре. Всё же, кое-как смог убить своего врага с зелёной эмки, а его друга позже добил мой тиммейт. Поэтому на всё остальное время кинотеатр остался только нам. После того, как мы полностью золотали эту локацию, то отправились в моё любимое место, а именно Палеона ферме. Лут, как вы можете заметить, у нас был просто великолепный, поэтому мы надеялись ещё на то, чтобы сделать дополнительные киллы. Далее так и оказалось. Пошли пушить этих ребят, они пытались от нас убежать, но по итогу мы всё же смогли их убить. Второй где-то прятался, но по итогу мы тоже его убили. И уже совсем довольны и пошли в зону. Но по дороге мы наткнулись на каких-то ребят, у которых был файт, и решили им помешать. К сожалению, ничего хорошего это нам не принесло, потому что эти ребята оказались какие-то киберспортсмены, которые с нами потом легко расправились. Что жаль, ну а мы двигаемся дальше. Вторая игра была похуже, но даже несмотря на это, на киллах мы всё-таки смогли поднять немного ПТС. Но погибли мы всё равно как-то по-дурацки. Думаю, во всём виновата плохая командная работа. Ну и ещё плохой лут. Но третья игра была ещё хуже. Во-первых, я не смог приземлиться на свой дом, но зато туда смог приземлиться мой тиммейт и ещё каких-то два левых чела. Которые, естественно, вдвоём убили моего тиммейта и хотели убить меня. Но всё же я смог от них спастись и немного пожить в игре. Но, к сожалению, чуть позже эту катку покинул и я. Четвёртая игра была достаточно тупой. А нет, ребят, она была мега тупой. Мне даже нечего здесь комментировать, у нас были все шансы затащить одного челика, но всё же мы умерли. Ну вот, зато в пятой игре начался настоящий киберспорт. Мало того, что мы приземлились на кошмарный кинотеатр, так оказалось, что там никого не было. Поэтому мы спокойно залутали эту локацию и пошли в сторону приятного парка, в котором, кстати, тоже никого не оказалось. Но более того, эта локация оказалась незалутанной. Поэтому мы лутали её до самой бури, ну а потом пошли в зону. Как настоящие киберспортсмены мы очень грамотно обошли дикую деревню и остались нетронутыми. Зона сужалась и потихоньку начиналась лейт-игра. Мы приняли самое мудрое решение засесть в кусте, который был в просвете бури. Далее мы просто были в этом кустике и отсиживали весь плейсмент. Мне даже удалось убить какого-то лоха со своей снайперки. Счастье длилось недолго, ведь в скором времени к нам нагрянулись гости. Я бы даже сказал, много гостей. Все игроки пришли в нашу точку. Жаль, что мой напарник не смог такое пережить, но вот я смог оттуда сбежать. Спокойно отхилился и смело держал хайграунд. Ну а еще подцепил какого-то парня на своем снайпу. Далее зона была не на моей стороне, поэтому мне пришлось ртетиться в просвет бури. Дела обстояли замечательно, оставалось 7 человек и все шло к победе. Я даже успел подцепить какого-то чела на свой зеленый тактик. Но к сожалению из-за своей неопытности все-таки попался на одном недочете. Когда я убил того парня, то я забыл подобрать с него ресурсы. А насколько вы можете заметить, то использую я их в достаточно большом объеме. Ну а далее, меня просто скинули с хайграунда, у меня было нечем застроиться и тем самым я погиб. Если бы не этот недочет с ресурсами, то скорее всего я бы смог выиграть эту игру. Но как говорится, кто не делает ошибок, тот не импровится, поэтому я пошел играть дальше. Следующая игра была тоже достаточно неплохой. Мы приземлились на кошмарный кинотеатр, но там были другие ребята, которые убили моего тиммейта. После этого они решили убить меня, но я им ни в какую не давался и даже смог надавать нормально по щам. После этого они на меня забили, я забрал карточку своего друга и пошел его восстанавливать. А возрождать я его пошел прям в самую жопу карты, как раз таки где никого не было и у меня получилось его возродить. Далее мы просто бегали по карте и пытались играть на плейсмент. До тех пор, пока к нам не приехали какие-то киберспортсмены, которые смогли нас двоих убить. Следующая игра тоже была на плейсмент. Мы отправились в самую отдаленную точку от маршрута боевого автобуса и это казалось как раз таки новая локация. В которой кроме нас никого не было, поэтому мы очень хорошо залутались и решили пойти половить рыб. Рыбачили мы, кстати, до самой лейт игры и сумели набрать более 100 ПТС. Нам очень сильно везло зона, ведь просвет бури всегда высвечивался именно на нашей территории. Мы практически за него никогда не выходили. Но все же в конце начался жесткий файт, в котором я смог нокнуть одного чилика, но по итогу, к сожалению, умер. Думаю, если бы я не так косо стрелял, то я бы смог выиграть этот файт. Следующая игра оказалась самой странной игрой за весь турнир. Сейчас вы сами все поймете. Мы решили прыгнуть в жопу карты и просто отсидеть плейсмент, как и в прошлой игре. Но каким-то макаром в той самой жопе карты оказалось пол сервера. Естественно, мы расслабленные и совсем не готовые к файту сразу же слились. Остальные две катки мы просто старались фармить ПТС на плейсменте, поэтому и особо интересного там ничего нет. Сейчас постараюсь объяснить вкратце. Ну, во-первых, мы сломали дом. Ну, а во-вторых, дожили до лейт игры и не сделали ни одного килла. Во второй игре было то же самое, только до лейта мы не дожили. Ну, тут понятное дело, конец игры, остались только одни киберспортсмены. Я и мой тиммейт очень сильно устали от двух часов игры. По итогу, мы смогли набрать целых 160 ПТС. Теперь я могу сделать выводы, что, во-первых, командные турниры это точно не моё. Ну, а во-вторых, нужно тщательно продумать свой ротейт из зоны в зону, ну, а также уметь играть лейт игру. При этом, не просто в турческом режиме, а отыгрывать её в самой арене. Ну, а у меня пока что для вас это всё. Огромное спасибо за просмотр этого видео, ребят. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Также, если вы ещё здесь, то обязательно пишите в комментариях свое читание о мобильный киберспорт. Именно так я пойму, что вы досмотрели это видео до конца. И, конечно же, все подобные комментарии я, естественно, лайкну. Также пишите, играли ли вы в этот турнир. И если играли, было бы интересно узнать, сколько ПТС смогли набрать. Ну, и по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.